2 апреля родился великий сказочный Ганс Христиана Андерсон и в память о нем во всем мире отмечают День детской книги. В честь праздника в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке прошло множество мероприятий для юных читателей. Ребята знакомились с книжными новинками, общались с чувашскими литераторами и даже стали участниками телемоста с белгородским писателем Вячеславом Колесником. А мои друзья очень многое проводят, времени за компьютером. Вот было время, я им сказала, ребят, пошлите ко мне, прочитаем книжку. У меня есть очень интересная книга «Васюткино озеро». Там очень жизненные ситуации, как он проживал 5 дней без еды, без ничего, ну с ружьем и с коробушкой хлебом. Я сказала, чтобы они прочитали, а они сказали, нет, мы лучше поиграем. Современные дети делятся на два лагеря – читающие и играющие. Первых, как известно, становится все меньше. Чтобы привлечь внимание ребят к хорошей литературе, в библиотеках проводится множество разных мероприятий. На виртуальной встрече с учениками 20-й Чебоксарской школы белгородский писатель, лауреат Всероссийской литературно-патриотической премии Вячеслав Колесник, рассказал о своем творчестве, ответил на вопросы и даже дал совет начинающей поэтессе, семикласснице Нелли. И где-то с 7 лет я, у меня начали, ну, в голове начали рифмы придумываться, я все записывала. Особенно, когда вот иду по улице, что-то вот щелкает в голове, я начинаю писать. А так вот в основном больше всего у меня пошло где-то с 5 класса. Ну вот, у меня в основном они грустные. Ну, допустим, вот, он шел по улице, молчал и никого не занимал. Он сбегался к людей, боялся острых вещей, он убегал от каждого замаха, и он боялся даже своего страха. Он никому и чем обязан не был, не говорил ни с кем, он молча бегал. Как тяжело котенку одному, ведь он не нужен на свете никому. Когда хотел он к людям повернуться, у него хотели палкой замахнуться. Чувашскую республику на встрече представляла не менее титулованная писательница. Победительница национальной литературной премии «Заветная мечта» Евгения Басова. Пишет Евгения Владимировна в основном повести и рассказы для подростков. Есть и сборник сказок. Обратите внимание на псевдоним автора. Я выросла в таком месте, которое называлось Понорница. И мне там очень нравилось, потому что там прошло детство. Там я первый раз увидела, что трава зеленая, небо голубое. Там какие-то первые друзья. Бабушка с дедушкой меня там все любили. И потом, когда я начала печататься вообще, когда начала писать первые рассказы, мне захотелось взять какой-то псевдоним, поскольку я просто стеснялась. И я взяла такой псевдоним – Илга Понорницкая. А ведь стесняться было нечего. Произведения Евгении Басовой с удовольствием печатают московские издательства. Самый простой способ прочитать ее книги землякам – купить их в интернет-магазинах. Мне бы хотелось, чтобы выпускали больше книг. И все дети читали книги, чтобы обогащали свою фантазию, знания. И чтобы всегда были умными. Выпускается очень много интересной, хорошей детской литературы на все вкусы. И такой вот приключенческой, и легкой, и заставляющей думать. То есть в литературу сейчас пришло новое поколение молодых авторов. И если бы все эти книги доходили до каждой библиотеки в каждом русском городе, то каждый ребенок мог бы найти себе близкую книгу по душе, если бы эти книги доходили, и если бы об этих книгах кто-то рассказывал. 2015 год призван исправить ситуацию. О литературе говорят много и часто. А в эфире национального телевидения «Чувашия» уже появилось несколько литературных проектов. Следите за программой. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика.